Сами знаете, как оно бывает. Устаёшь от большого города, от людей вечной суматохи, от запаха улиц. Вот и мы с супругом как-то одновременно почти спонтанно приняли решение сдать на год нашу квартиру. А самим махнусь жить на дачу. Благо Фазента наша загородная благоустроена не по дачному. Там и отопление есть, и колодец с насосом, электричество имеется, банька опять же. Мож у меня художник, а я вообще-то продавцом последние годы работала. Свободное время развлекала себя написанием коротких рассказов. Так вот и порешили отдохнуть год подальше от города, наедине друг с другом, заняться творчеством, иногда встречаться со знакомыми. Фрилансить понемногу, если денег вдруг будет не хватать. Но главное, чего желали мы оба, тишины. Квартиросъёмщики нашлись довольно быстро. Муж, смеясь, назвал их реверсивными. Они, наоборот, из деревни в город переехали. И желали начать как следует зарабатывать. Квартиру сдали как положено, с контрактом. Они даже плату вперёд за два месяца внесли. Только лично мне эти ребята немного странными показались. Тихие какие-то уж очень. Правда, все посторонние мысли я быстро отмела. Шумный мегаполис после деревенской глуши ошеломляет. Вот и их, видно, оглушил. Закончив с квартиросъёмщиками и дав им себе напутствие, мы погрузили сумки в машину и ломанулись на волю. Я предвкушала целый год, а может и больше, тихого отдыха. Не раздражала даже пробка, в которой мы два часа простояли на выезде из города. Потом вырвались, наконец. И минут через сорок стремительной езды по полупустой трассе свернули на боковую дорогу, ведущую к дачному посёлку. Отпустили окна, и в машину полился свежий, пахнущий соснами воздух. Хорошо-то как было, слов нет. Вы уже догадываетесь, думаю, что спокойного отдыха у нас не получилось. Но обо всём по порядку. Несколько первых дней мы провели тюленями. Поздно просыпались, поздно ложились. Жарили шашлыки и пили вино. В общем, нет смысла описывать все развлечения, которые могут себе позволить два взрослых человека на природе. Главное началось здесь на четвёртой. Может быть, на пятой. Не помню точно. Но знаю одно. Время близилось к полуночи, а мы сидели на кухне и играли в карты на копейки для интереса. Вдруг мы оба вздрогнули от шума в соседнем помещении. Будто кто-то пробежал, громко топая ногами по лестнице наверх. Уронив карты, муж схватил первое, до чего дотянулся. Кочергу. И побежал догонять топтуна, прежде чем я успел его остановить. Только сама вооружилась лопатка для выгребания изолы из того же набора, что и кочерга. И приготовилась ждать. Долго не пришлось. Обшарив второй этаж дома, муж вернулся на кухню в полном недоумении, ибо никого не нашёл. Да и входная дверь была закрыта нами же изнутри. То есть незаметно выйти никто не мог. Но да ладно. Посмеявшись над собственными страхами, мы сложили оружие и продолжили свою игру. Только на следующую ночь, примерно в то же время, полночь плюс-минус несколько минут, грохот повторился. Теперь уже непосредственно на втором этаже, в студии мужа. Когда мы с супругом пошли проверять, кто там, то снова никого не нашли. Только Майберт был свален на пол, и одна из ножек сломана, как будто по ней от души ударили. Холсты повалены и перемешаны. Некоторые и вовсе порваны. А по разбросанным тюбикам с краской будто кто-то прыгал. Честно, нам стало не по себе. Но будучи натурами скептически настроенными ко всему сверхъестественному, мы удовлетворились тем, что всем этим событиям можно найти логическое объяснение. Другое дело, что мы объяснения не нашли. Днём всё как-то забывалось, ведь было спокойно, как и вечером, когда уже темнело. Но едва время подходило к полуночи, в доме наступало беспокойство. И с каждым разом всё более явно чувствовалось некое зловредное присутствие. Так на другой вечер я, переборщив с вином, легла вздремнуть на диванчик. Но проснулась будто от толчка. Стрелка на часах остановилась на отметке 12. Я перевела взгляд на дверь со вставкой из матового стекла, за которой горел ночник. И этот неяркий свет отчётливо выделял чью-то фигуру, стоящую за стеклом. Деталей не было видно. Только расплывчатый силуэт человека, прижавшего ладони к стеклу и явно пытавшегося осмотреться сквозь него в комнату. Что-то было не так в его облике. Но что я не успела понять. Да и не хотела, если честно. «Илья, это ты?» Со сна голос был хриплый. Человек за стеклом качнул головой и, развернувшись, очень медленно прошёл мимо двери и исчез в соседнем помещении. Это был не муж. Потому что, едва этот силуэт скрылся, в комнату вошёл мой супруг и спросил, что случилось. Врать не стала. Рассказала, что в доме определённо кто-то есть. Только мы его снова не нашли. А запертые изнутри дом, абсолютно пустые помещения, даже подвал и чердак мы обыскали. Нет никого. Окончательное присутствие потусторонней силы выявили садовые брызгалки. Когда становилось темно и с ночной прохладой появлялись комары, мы включали на ночь эти поливалки в виде пластиковых ромашек. И несколько часов подряд они поливали газон и клумбы. В районе полуночи я вышел на крыльцо, чтобы перекурить, и включил фонарь над дверью. Он освещал несколько метров пространства перед крыльцом. Альпийскую горку захватывал кусок дорожки и пару ромашек-брызгалок. Брыскавшая из них вода блестела в свете электрической лампы. Я залюбовалась рассыпающимися в стороны радужными каплями. Но тут кое-что мне показалось странным. Вода в одном месте точно натыкалась на невидимую преграду. Крупные капли отскакивали в стороны и падали на лужайку. Я всмотрелась туда, пытаясь понять в чем дело. И выронила окурок. В частых и мелких струях из поливалок просматривался будто бы прозрачный человеческий силуэт. Нечетко, но достаточно явно. Как будто там стоял какой-то невидимка, проявившаяся и западавшей на него воды. И точно поняв, что я его заметила, он шевельнулся и неторопливо пошел к крыльцу. Трава применалась под его шагами. Я не помню, как убежала оттуда. Но пришла в себя, уже закрывая дверь на всевозможные защёлки. Притащила из кухни полена, подперев им дверь. На грохот спустился муж. Я ему рассказала, в чем дело. Не знаю, поверил он мне или нет. В такой бред действительно сложно поверить, я согласна. Но я видела это все своими глазами. Так что супруг пообещал, что завтра же мы скатаемся в город, чтобы провести ночь вне дачи. Понятно зачем. Если неведомые шумы и силуэты будут и в гостинице нас преследовать, будет повод усомниться в собственном психическом здоровье. Хотя с ума, как известно, поодиночке сходит. В общем, посовещавшись, вздрагивая от малейшего шороха, легли спать. А отчего вздрагивать было? Остаток ночи с примерно равными промежутками, кто-то стучался к нам в двери окна. Медленно так. Насосилой. По три стука сделает и затихнет. И ладно бы еще на первом этаже действие происходило. Так бы мы решили, что к нам пытается дозваться кто-то из соседей. Но в какой-то момент стучать начало в окна второго этажа. К утру и вовсе на крышу перебралось. Стук утих, когда начал расцветать. Правда, долго поспать нам не удалось. Новый стук. Настойчивый и многократный. Стуки с дребезжением звонка заставили мужа выбраться из постели и посмотреть, что там за гости. Гости оказались на машине с мигалкой и форме. Три вполне материальных мужика из полиции. Я не буду заострять внимание на всех тяготах и разбирательствах. Скажу только, что полиция навестила нас, потому что пара, которой мы сдавали квартиру, оказалась убита. К счастью, наше присутствие на даче в ночь убийства подтвердили все соседи в окружающих домах. Видели нас поодиночке и вместе, в окнах и на крыльце. Так что с нас подозрения в итоге оказались сняты. Только знаете что? В конце концов мы узнали все подробности убийства в нашей квартире. Узнали, что кости этих ребят были так переломаны, точно их швыряли о стены, как мячики. И что лица были чьей-то жестокой рукой превращены в безобразное месиво. Так что их едва опознали. И что в комнате, где были найдены тела, нашли также два конверта. В каждом из которых была горь сухой земли, пучок каких-то спотанных волос, ржавые гости фотографии. Фотография со мной и с моим мужем. Обе были точно исцарапаны вдоль и поперек чем-то тонким. Точно эти убитые ребята пытались сделать нам супругам что-то плохое по совету из книжек вроде «100 заговоров на порчу для домохозяек». Как будто до нас на даче дошел только отголосок этой гадости. Но главное, о чем мельком упомянул в разговоре один из следователей, все двери и окна в нашей квартире были заперты изнутри.